Доброе утро! Вы смотрите новости на телеканале Катунь24. Этот день вместе с вами начинаю я, Антон Скаль, сразу к выпуску. Большую партию бюллетеней изготовят в Алтайском крае для голосования на выборах президента России. Давайте посмотрим. Итак, всего в регионе выпустят 1 миллион 870 тысяч избирательных бюллетеней. Из них 379 тысяч экземпляров для голосования с использованием комплекса обработки избирательных бюллетеней. Напомним, электронными урнами для голосования в день выборов будут оснащены 200 избирательных участков Алтайского края. Для проведения досрочного голосования о труднодоступных местностях изготовят 120 избирательных бюллетеней. Наибольшее число 100 бюллетеней передадут в территориальную комиссию Краснощоковского района. Вельцовский из Миногорска районы 14 и 6 бюллетеней соответственно. В Алтайском техническом университете будут обучать по новой программе цифровые финансы. Набор абитуриентов на цифровые финансы начнется в этом году. В основе цифровой экономики новый механизм управления финансовыми потоками на всех уровнях управления. От хозяйствующего субъекта до национального. Как рассказали нам в УЗИ, бакалавры, выпускники по направлению бизнес-информатика позиционируются как специалисты отделов проектирования, внедрения и эксплуатации IT-систем в крупных организациях, либо в малых или средних консалдинговых сервисных компаниях. Их профилем являются финансовые аспекты взаимодействия экономических субъектов как в традиционных условиях хозяйственной деятельности, так и на крепнущем рынке. оказание электронных услуг. Другим темам искусство движения и взрыв эмоций. Впервые в Барнауле прошел открытый турнир первенства города по латиноамериканским и спортивным танцам. Евгения Князева подробнее. Праздник красоты, праздник грации, праздник какого-то волшебства. И глядя на этих детей, подростков и более старшего возраста людей, конечно же, ну в чем-то, наверное, и завидую, что ты так не умеешь делать, красиво танцевать, как они. Танцоры демонстрировали себя как в паре, так и в сольном исполнении. Для большинства из них соревнования стали самым серьезным испытанием за всю карьеру. В танцах не всегда на первый план выходит четкое и плавное выполнение всех движений, но еще и артистичность. Кстати, судейский состав представлен 30-ю высококлассными специалистами. Нужно убедить весьма квалифицированную судейскую коллегию. Это все судьи, не просто судьи потенциального спорта, это все судьи, имеющие спортивные судейские категории. Это тоже накладывает определенный отпечаток и требования. Мы видим, что представители разных регионов, для чего? Для того, организаторы делают это для того, чтобы получить максимально объективную оценку. По итогам соревнований лучших наградили в номинациях европейская и латиноамериканская программы. Все победители получили ценные призы от организаторов состязаний. Уже в ближайшее время многие из триумфаторов открытого турнира первенства Барнаула по латиноамериканским и спортивным танцам попадут в финал, где накал страстей и эмоций во время выступлений будет гораздо выше, ну и, конечно же, судьи еще строже. Евгения Князева, Александр Морозов, новости. На этом у меня пока все. Я передаю слово моей коллеге Елене Хорошавцевой в студию Утреннего канала.